Здравствуйте, уважаемые телезрители! Впереди полчаса разговора с главой города Виктором Генриховичем Фейфером на самые актуальные для Эскитима темы. Здравствуйте, Виктор Генрихович! Здравствуйте! Ну и, конечно, сразу же хотелось спросить, что у вас случилось с рукой? Ну, как говорят врачи, это результаты спортивного, активного занятия спортом в молодости. Пока был помоложе, она побаливала иногда, проходила, а тут в марте месяце немножко дал сильную нагрузку на плечевой сустав. 25 мая прооперировали, и вот сейчас нахожусь на периоде реабилитации. Я активно занимался волейболом, борьбой с самбо занимался, любил играть настольный теннис. А это такие активные виды спорта, особенно для мышц, поэтому они дали свой результат. Выздоровление вам скорейшего! Ну, а мы продолжим программу. У нас есть много вопросов, в том числе от эскитимцев. Первый вопрос. Какое значение эскитим имеет среди городов России, таких крупных, как Москва, Санкт-Петербург, вообще знают что-либо об эскитиме в России? Я думаю, любой населенный пункт, любая территория важна для Новосибирской области. И город эскитим, конечно, занимает свое, на мой взгляд, очень важное место. Потому что город эскитим – это город, строящий города. Это самый крупный промышленный центр нашей Новосибирской области, который производит строительные материалы. И несмотря на то, что в последние годы появились новые промышленные центры в Новосибирской области, значимость нашего города, как центр производства промышленной продукции, именно строительного направления, она не меняется. Но несмотря на то, что в последнее время инвестиционная активность снизилась в связи с кризисом в экономике, тем не менее у нас в городе все-таки остается большой потенциал. И вот сейчас в связи с тем, что создана агломерация Новосибирской области, мы как бы являемся южными воротами в город Новосибирск. И тот кластер, который сегодня создается на базе эскитима, Берска, эскитимского района по производству строительных материалов, он будет в дальнейшем иметь очень важное значение для развития нашей новосибирской агломерации. Есть проблемы общероссийские, такие как кризис, всем известно, да, есть проблемы чисто местные. Вот хотелось бы узнать, на ваш взгляд, какие проблемы для эскитима сегодня являются наиболее острыми? Это проблемы роста есть такие, да, когда потребность граждан увеличивается, они хотят иметь больше каких-то услуг и так далее. А есть проблемы, которые давно существуют, но годами не решаются. Вот у нас в эскитиме в свое время одной из серьезнейших проблем была проблема экологии. В 80-е годы наш только один цементный завод выбрасывал в атмосферу города 72 тысячи тонн вредных веществ в год. Сегодня весь город выбрасывает 12 тысяч тонн, при этом цементный завод только 5 тысяч тонн. А транспорт, который сегодня есть в городе, выбрасывает половину от этого количества выбросов. Как бы вот с этой проблемой сегодня она ушла на второй план у нас. Хотя все равно этой проблемой надо заниматься. Проблемой серьезной была у нас эта проблема капитального ремонта мостов и путепроводов. Сегодня практически мы эту проблему свели до минимума. Конечно, мы ее полностью не сняли, мосты эксплуатируются, изнашиваются и надо будет постоянно поддерживать. Но львиную долю мостов и путепроводов, 6, мы их отремонтировали, сегодня привели в порядок. Одна из проблем, которая многие годы уже решается, но она все-таки еще остается, это обеспечение жителей нашего города чистой водой. Я думаю, что не открою большого секрета, если скажу, что не все еще улицы, частные застройки, частного сектора имеют централизованное водоснабжение. И над этой проблемой нам еще предстоит работать. Не все еще улицы имеют уличное освещение. Это тоже одна из проблем. Но в последние годы на первый план выдвинулась серьезная проблема – это снос ветхого аварийного жилья. Несмотря на то, что в этом году мы заканчиваем снос аварийного жилья, который был призван таковым до 1 января 2012 года, сегодня уже более 60 домов призвано аварийными, и их надо тоже сносить. И сегодня начинает работать областная программа, которая со следующего года будет обеспечена финансированием. И мы начнем также в плановом порядке сносить то жилье, которое призвано сейчас аварийным. Ну и, конечно, проблема, которая была, есть и, наверное, будет – это ремонт и содержание уличной дорожной сети. Вот в городе в последнее время очень сильно запущена эта работа. Но она запущена не потому, что плохо работают наши дорожники, а в связи с тем, что львиная доля средств уходила на ремонт мостов путепровода. Я думаю, эта проблема останется, и нам придется ее в ближайшие годы решать. В этом году, я думаю, мы многое решили уже, в прошлом, в этом году, но и много еще предстоит сделать. То есть эту статью расходов так и не развели? Я помню, были разговоры о том, чтобы развести две статьи расходов в Искитиме конкретно. То есть в правительстве эту меру не приняли? Нет. Пока в правительстве такое решение не принимает. Хотя Искитим, наверное, единственная территория в Новосибирской области, имеющая такое количество мостов и путепроводов. Но, тем не менее, решение о разделении этих целевых средств отдельно на искусственные сооружения на дорогах и отдельно на уличную сеть, пока решение такое не принято. Но мы будем надеяться, что средства, которые нам будут выделять ежегодно, будут, вот по нашим подсчетам, нам необходимо не менее 60 миллионов, чтобы содержать нормальное состояние уличной дорожной сети. Ежегодно? Да, ежегодно. А дают сейчас сколько? Ну, вот в этом году, если говорить про путепровод и про окончание кольцевой развязки в прошлом году, это порядка 90 миллионов в этом году. В следующем году пока в плане стоит 28. Но мы надеемся, что с учетом того, что в следующем году год у нас юбилейный, городу исполните 300 лет и по программе должно быть 69. Мы надеемся, что эта цифра будет восстановлена и нам выделят в следующем году 69 миллионов. У нас было запланировано несколько моментов в Искитиме по ремонту дорог. В частности, это реконструкция улицы Комсомольской. Насколько я знаю, вот в этом отношении сейчас как? Что планируется в этом году и что планируется на следующий год? Улица Комсомольская разбита на три этапа. Первый этап – это от железнодорожного вокзала, включая привокзальную площадь, до улицы Пушкина. Этот участок стоимостью порядка 48 миллионов рублей. Второй этап – это от улицы Пушкина до улицы Советская. Там порядка 28 миллионов рублей. И третий этап – от улицы Советской до моста через реку Бертик. Это в этом году будет? В этом году уже прошел конкурс на второй этап. Он у нас более такой проблемный. И исходя из наличия средств, которые мы располагаем, прошел конкурс на второй этап. От улицы Пушкина до улицы Советская. Сейчас прошли конкурсные процедуры. Определился победитель. В ближайшее время будет заключен контракт. Я думаю, до 20-го примерно июля подрядчик приступит к реконструкции. И сегодня, с учетом поправок, которые вносятся областным законом в расходы по улично-дорожной сети города Искитима, нам добавляет немного средств. Мы начинаем проводить торги по третьему этапу от улицы Советская до Комсомольская. С таким расчетом, чтобы в следующем году, к юбилею города, этот участок закончить. Кроме того, в этом году, вот сейчас мы уже конкурсные процедуры практически объявили, мы будем ремонтировать текущим ремонтом дорогу от железнодорожного переезда в микро-районе Ложок до кольцевой развязки. А возникли ли какие-то вопросы, связанные с реконструкцией путепровода, проблемой которых не ожидал ни заказчик, ни подрядчик? Наоборот, я бы сказал, что очень, скажем так, грамотно установленные сроки прошли все ремонтные работы. То, что мы планировали закрыть путепровод в зимний период в начале ноября, мы точно в эти сроки открыли путепровод для зимнего периода. Весной, точно установленные сроки, подрядчик вновь приступил к выполнению работ. И, как мы обещали эскетимцам, до 10 июня все работы были закончены, и движение по путепроводу вновь было открыто. Все работы были выполнены в срок. Что касается кольца в подгорном микрорайоне, то там, я бы не сказал, что сильно серьезные проблемы возникали, но определенные вопросы возникали в самом начале строительства, когда были обнаружены некоторые недочеты в проектно-смертной документации, связанные с тем, что вот та водопропастная труба, которая под кольцом идет, там с отметками не совсем было правильно, привязка была не совсем точно сделана с учетом уровня грунтовых вод, которые там есть. Это приходилось в процессе все это уточнять. Основные работы там сегодня тоже выполнены, но объект пока не сдан. Там заканчиваются еще работы, связанные с некоторым окончанием работ по тротуарам. Еще не выполнена разметка по кольцевой развязке, но я думаю, в самое ближайшее время разметка будет выполнена и объект будет также сдан. Но он сегодня функционирует, движение открыто, и это тоже нас радует. Насколько я помню, там произошли какие-то перемены с магистральным водоводом, который шел где-то в районе кольца, и его куда-то перенесли. Вот для чего этот был перенос сделан, да какие проблемы это решит? Ну я думаю, что автомобилисты помнят, что на кольце в подгорном микрорайоне постоянно были провалы, но эти провалы были связаны с тем, что прямо под кольцом проходил магистральный водовод диаметром 500 миллиметров, стальная труба, которая максимально изношена и имела очень много свещей. Сейчас методом бестраншейной прокладки, проколом от магазина Апельсин будет проложен подземный водовод диаметром 500 только из полиэтиленовых труб через улицу Молодежная в район частного сектора, а потом будет прокол под Балдаковкой в сторону Сбербанка. И это будет сделано диаметром 500 миллиметров полиэтиленовая труба, и в районе частного сектора будет сделан отвод диаметром 200 миллиметров с задвижкой для перспективы обеспечения водой улиц частного сектора. В начале нашей программы мы уже коротко коснулись темы того, что есть проблема с ростом экономического благосостояния людей в первую очередь. И вопрос вот какой. Казалось бы, мы находимся в одинаковых условиях, когда у всех одинаковый уровень жизни, все хотят одинаковых вещей, одинаково хорошо кушать, но тем не менее уровень заработной платы оставляет, имеет некую такую территориальную разграничение. То есть чем дальше от Новосибирска, тем меньше заработная плата. Вот что это в экономике такое заявление? Ну, вы знаете, вы в чем-то правы. Ну, и с другой стороны, если сравнивать уровень жизни, то вот именно в таких мегаполисах, как Новосибирск, отреточены наиболее высокотехнологичные рабочие места, которые требуют более серьезной подготовки трудового персонала. Конечно, там заработная плата чуть повыше. Но если сравнить, вот, и с Китим, допустим, Берск и Новосибирск, то вот в 2013 году, я немножко округлю, заработная плата у нас в городе в среднем по всем категориям составляла 21 тысяча, в 14-м 22, в 15-м 23, то есть как бы на каждый год на тысячу рублей. В городе Берске уровень зарплаты, ну, примерно на одну тысячу выше, чем у нас. В Новосибирске она выше, чем у нас в городе, примерно на 7 тысяч рублей. Но это еще может быть связано с тем, что вот у нас в Искитиме производство промышленное и другие виды деятельности в основном на 44% обеспечиваются малым и средним бизнесом. Это в основном предприятия, которые имеют численность менее 100, а у нас в городе примерно больше из них имеют численность до 50 человек. Естественно, что там уровень заработной платы чуть пониже. Ну и там требования к качеству подготовки персонала ниже, поэтому у нас и заработная плата чуть пониже. Но если брать такие крупные предприятия, как, допустим, цементный завод, как Новосибирский завод искусственного волка, то там заработная плата примерно на уровне города Новосибирска. То есть там производство более сложное, более технологичное, подготовленные нужны специалисты, поэтому вот такая разница. Я читала информацию о том, что в Искитиме на одного человека, на душу населения, скажем, да, как ведется расчет, приходится больше нормам магазинов. Вот какая норма существует и почему у нас такое происходит? Для нашего города правительством Новосибирской области установлено 482 квадратных метра на одну тысячу жителей торговых площадей. Сегодня у нас практически и фактически 780, то есть полтора раза выше. Но федеральный закон и областной закон регламентируют только минимальную площадь, которая необходима для обслуживания населения. То есть это характеризует степень доступности жителей торговыми площадями. Вот у нас, несмотря на то, что мы минимальный норматив в полтора раза превышаем, тем не менее вы видите, что в городе продолжают строиться торговые павильоны, магазины, супермаркеты. Но это говорит о том, что потребности еще есть. Торговля нуждается в этом и нуждаются жители, поэтому это регламентирует рынок. Что касается общественных помещений, то они как бы законом не регламентируются, а регламентируются законами бизнеса и потребностями самих бизнесменов, самих корпораций в том, какие нужны площади. И исходя из этого, они и строятся. Все чаще также мы на улицах Искитима видим приезжих людей, приезжих граждан, граждан Азбекистана, Аджикистана. Причем, если раньше они приезжали к нам, то есть приоритетим мужчины, то сейчас они приезжают семьями, везут жен, везут детей. И, в общем-то, они работают уже группами в городе Искитиме. Вот в качестве до кого? Невременных жителей к нам приезжают? Вы правы. В последнее время не только у нас в городе. И в Российской Федерации есть серьезные тенденции по использованию иностранной рабочей силы. Но эта тенденция и имеет место у нас в городе. Но я вам скажу, что, в принципе, несмотря на то, что есть какая-то определенная безработица, но есть еще и нехватка рабочей силы для таких видов деятельности, которые не очень, скажем так, с удовольствием выполняют местные жители. И вот в основном на эти виды работ и приглашаются иностранные рабочие. Вообще, этот вид деятельности по привлечению иностранной рабочей силы рекоментируется и миграционным, и трудовым законодательством Российской Федерации. Ежегодно правительством устанавливаются определенные квоты на количество приглашаемых иностранных граждан для предоставления им работы на территории Российской Федерации. При этом российская организация, которая хотела бы привлечь иностранную рабочую силу, она должна сделать заявку и защитить свое право на приглашение иностранной рабочей силы. Она должна обосновать, почему, зачем и с какой целью приглашать иностранные рабочие силы. И потом эта организация должна содействовать иностранным гражданам для того, чтобы они получили индивидуальное приглашение, которое действует в течение года. Вот у нас в городе этим активно пользуется наше управление благоустройства дорожного хозяйства. Мы видим, что в городе работают и в основном это из Узбекистана работники, которые приезжают к нам, получают индивидуальные приглашения, индивидуальные документы, и в течение года они могут работать. То есть они на год приезжают, потом уезжают? Да. А вообще иностранные граждане могут приезжать к нам в поисках работы и находиться до 90 дней. Но если они в течение этого периода не найдут работу, они обязаны покинуть территорию Российской Федерации. Ну, я думаю, вы, наверное, затронули еще такой момент, как приезд на постоянное место жительства в город иностранных граждан. Но я думаю, что жители города знают, что в Российской Федерации у нас в области действует программа, которая называется программа содействия переселению соотечественников на территории Российской Федерации. Такая же программа действует у нас в Новосибирской области и у нас в городе. У нас есть специальный документ, который был принят в 2013 году, в котором в городе регламентируется эта деятельность. Я вам скажу, что в прошлом году на постоянное место жительства в наш город приехало 50 иностранных граждан, которые на постоянное место жительства. Откуда? Значит, из этих 50, 29 граждан — это жители Украины, 17 — это жители Казахстана, двое из Узбекистана и, по-моему, двое из Таджикистана. Всего 50. В этом году, с начала года, уже в нашу комиссию в городе поступило 7 заявлений от жителей Казахстана, которые также хотели бы переехать, жить в наш город. Естественно, что комиссия, которая у нас создана, она рассматривает эти заявления, дает согласие на прием этого человека. Но, естественно, что мы заранее рассматриваем вопросы, связанные с трудоустройством и с обеспечением жильем. Ну, как правило, иностранные граждане, которые хотят вернуться в Россию, это, как правило, бывшие жители Советского Союза. И, естественно, что жилищную проблему они, как правило, решают сами. Но вопросом трудоустройства мы им предлагаем. И совместно с Центром занятости они предлагают. И вот сегодня из тех 50 человек, которые приехали, 46 уже трудоустроены и нормально работают и живут в нашем городе. А вот на ваш взгляд, насколько Эскитим вообще привлекателен для жизни? Знаете, ну, может быть, это мое субъективное мнение, но мне кажется, наш город по большому счету привлекателен. Вот, на мой взгляд, смотрите, вот что является привлекателем для человека, который живет в городе, имеет семью, имеет детей, это чтобы нормально функционировали дошкольные учреждения. Вы знаете, что у нас в городе сегодня решена проблема для детей в возрасте старше трех лет. И практически каждую осень мы к минимуму сводим ту очередь, которая возникает у детей, которым исполнилось два года. Это уже тот показатель, который говорит о том, что в городе можно жить. У нас хорошая школа, которая дает нормальное образование. В этом году у нас 27 медалистов. периодически у нас было 9, 11, 12, в этом году 27. Это говорит о том, что наши школы сдают качественное образование. У нас нормальное транспортное обслуживание пассажирским предприятиям по улицам нашего города. У нас уровень безработицы не очень высокий. Мы по уровню безработицы, если говорить, на четвертом месте по области. У нас сегодня уровень безработицы составляет, вот в летний период 0,9%, а на начало года 1,3%. А на первом кто? Самый низкий уровень безработицы сегодня в Кольцово, 0,2%. Затем идет Новосибирск, 0,7%. Потом город Опь, 0,8%. И потом Искитим. А в прошлом году у нас была безработица 0,9%, в этом году 1,3%. И сегодня у нас безработица составляет 401. Стоит на учете. 401 человек. 401. В летний период безработица, ну, как правило, снижается. Сегодня 0,9%. И 280 человек только стоят в очереди. В летний период мы понимаем, что появляются дополнительные возможности трудоустроиться. Это активизируется строительный комплекс, увеличивается объем работ на благоустройстве, открывается дополнительные временные торговые точки и так далее. Поэтому в летний период безработица ниже. Ну и уровень жилищно-коммунального обслуживания у нас в городе на достаточно высоком уровне. Поэтому я считаю, что наш город достаточно комфортный для того, чтобы здесь жить и работать. Последние годы значительно улучшилась экология в городе. Вот вы вначале затронули вопрос обеспечения торговыми площадями. Это тоже как один из показателей. Другое дело, что мы пока не можем конкурировать с Новосибирском по обеспечению досуга, отдыха молодежи. Допустим, тот же парк у нас пока еще не отвечает современным требованиям. Но я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Поэтому, на мой взгляд, наш город достаточно привлекательен для того, чтобы в нем жить, воспитывать детей и так далее. Поэтому я очень люблю свой город и считаю, что это лучшее место в Новосибирской области для того, чтобы жить и работать здесь. Вы коснулись немного сферы ЖКХ, того, что она у нас работает нормально. Как раз есть вопрос на эту тему от жителей дома «Юбилейный-3». Проблема, которая возникла всем хорошо в Искитиме известна. В доме пошла трещина. Люди теперь не могут находиться в этом доме, не могут там жить. И комиссия, которая приезжала недавно, в общем-то решение это никакого и не вынесло. То ли его ремонтировать, то ли его сносить. Вот как будет решаться дальше судьба этого дома? Что с людьми будет? Там же собственники квартиры, они же покупали это жилье. Да, действительно, эта проблема есть. В этом доме все квартиры находятся в собственности граждан. Но вот когда мы столкнулись с этой проблемой, а столкнулись буквально в первых числах мая, когда жители забили тревогу, и мы предварительно провели обследование, на комиссии по чрезвычайным ситуациям города было принято решение в целях обеспечения безопасности дом расселить, и мы его расселили. Большинство жителей сегодня живут у родственников. Там где-то кто-то снял квартиру. Часть людей мы расселили в доме ветеранов, но это в основном пенсионеры. Но когда стали выяснять, то выяснилось, что этот дом уже не впервые в такой ситуации. В 80-е годы эта проблема была, появлялись трещины. В 2010 году такая же ситуация была. В 2011 году там был проведен частичный капитальный ремонт этого дома. Были проведены работы по ремонту кровли внутри домовых инженерных сетей, ремонт и утепление фасада, и частично было усиление фундамента сделано. Все эти работы были выполнены по инициативе жителей. Они заказали проектно-сметодокументацию сами. Документация. ЖО-1, обслуживающий дом, выступила заказчиком. Эти работы были выполнены. Сегодня ситуация в этом году вновь повторилась. Это говорит о том, что эта ситуация периодически повторяется. Поэтому мы вместе с управляющей организацией приняли решение, что надо провести серьезное обследование. Была приглашена организация, которая имеет лицензию на эти цели. Она провела обследование. И в первых числах июня выдала заключение, которая, как вы правильно выразились, не дала однозначного заключения. Что с домом дальше делать? Либо его можно капитально отремонтировать и вернуть жителей обратно, либо он не подлежит капитальному ремонту, подлежит сносу. Мы также обратились к правительству Новосибирской области, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, которые проведут анализ того заключения, которое есть. И вот по результату обследования, которые сделает СГУПС, мы будем уже окончательно принимать решение. Я думаю, это решение, конечно, будет принято совместно с правительством Новосибирской области. Поскольку даже независимо от того, капитально ли мы будем ремонтировать этот дом, либо более серьезные какие-то решения принимать, конечно, думаю, нам это не под силу, ни бюджету города, ни жителям этого дома. Потому что средства придется аккумулировать, я думаю, из трех источников, средства жителей, средства городского бюджета, средства, наверное, правительства Новосибирской области. Я думаю, решение окончательно будет принято в течение июля месяца. В конце нашей программы я не могу вас не спросить о тех разговорах, которые сегодня ходят в Искатиме, относительно вас. Значит, сами вы, наверное, уже слышали о том, что мы уже как-то говорили об этом здесь, в этой студии, о том, что у вас есть дом в Германии, о том, что супруга у вас уже туда уехала. Действительно ли все-таки вы собираетесь уезжать в Германию? Действительно ли у вас, исходя из слухов, куплена там частная клиника? Расскажите, развейте слухи или уже подтвердите? Знаете, я к таким слухам всегда отношусь с какой-то определенной долей иронии. Конечно, иногда обидно, когда говорят, что там чуть ли не арестовали, там и так далее, там обыски, возникает чувство досады. Но одновременно я понимаю, что жителям очень интересно, почему главы нет, почему, где глава, что с ним происходит. Конечно, вот то, о чем говорят про Германию, это вызывает у меня чувство иронии, потому что, если я не уехал в Германию в 80-е годы, когда активно российские немцы уезжали туда, то сегодня вряд ли это реально. И я настолько, как говорят, россиянин, что даже об этом не помышляю. Я родился в России, сегодня я эскитимец, думаю, что и до последних дней своей жизни буду жить в нашем любимом для меня городе эскитиме. О том, что где-то что-то я купил, где-то жена уехала, ничего подобного. Моя жена, она всегда рядом со мной, она мой первый помощник, первый советник. И, конечно, сегодня она дома. Никакая Германия, никакая клиника, тем более. Потом говорят, это все неправда. И думаю, кто-то, может быть, это умышленно распространяет эти слухи. Но хочу сказать жителям города, никуда я не собираюсь, никуда я не уезжаю. Я просто какое-то время нахожусь на больничном, сегодня на реабилитации, на процессе. Я всегда рядом с вами, я люблю город, я люблю вас, уважаемые жители города. Поэтому прошу помнить и знать, что я всегда здесь, я рядом с вами. Выздоравливайте, Виктор Генрихович. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили с главой города Эскитима, Виктором Фейфером. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова